Не забирайте наш сад! Почти 100 человек родителей буквально кричат о помощи. Проблема, пожалуй, тривиальная. Детский садик под номером 90, куда они отдали своих малышей, скоро перестанет существовать. Об этом счастливые работящие мамы и папы, многим из которых просто не с кем теперь будет оставить детей, узнали буквально на днях. Я прошу не забирать наш сад. Я не знаю, где взять 25 тысяч на частный садик. Я узнал о том, что садик закрывается в пятницу. У нас решается в городе много разных вопросов. И не закрыть один садик – это просто. Мы строим новые садики и закрываем старые. Зачем? Родители рассказали корреспондентам восьмого о проблеме, и к месту горячих прений выехала съемочная группа. Однако на подходе к зданию нас ожидали люди в форме. Оказалось, садик-то непростой. На адресной табличке дошкольного учреждения видны загадочные буквы – АОВПЭРА, что в переводе означает «Акционерное общество Владивостокское предприятие электрорадиоавтоматика». Впрочем, на сайте организации найти каких-либо признаков садика нам не удалось. И интернет-страничка 90-го детсада вводит в заблуждение. Там говорится, что он муниципальный. Родители растеряны. Куда бежать, что делать? Мы на самом деле в шоке. У меня, допустим, двое детей ходит сюда. Мы отказались от государственного садика, потому что ходят сюда детки. Ничего не объясняют. Чтобы размотать запутанный детсадовский клубок, мы обратились за комментарием напрямую в администрацию Приморской столицы. Детский сад номер 90 по адресу улица Муравьева-Амурского, 4, является частным коммерческим учреждением. Организация занимает помещение, которое является муниципальной собственностью, без правовых оснований. Кроме того, как показала проверка, учредитель детского дошкольного учреждения не имеет лицензии на данный вид деятельности. Управление Роспотребнадзора по Приморскому краю ни разу не проводило там проверок на предмет соблюдения санитарных норм, сообщили в Управлении муниципальной собственности администрации города Владивостока. Владивостокская мэрия добавила, что готова на конструктивный диалог с руководством предприятия учредителя детского сада для дальнейшего решения. Отмечается, что садик может быть сохранен, но это будет зависеть от действий руководства организации и владельца. Кстати, именно завод управления Эры поручило охранникам не пускать съемочную группу в дошкольные учреждения, чтобы пообщаться с родителями и персоналом сада. Перед нами буквально захлопнули дверь и парадного входа, и запасного. Сотрудник в садик не пускать. Вообще никого в сторонник? Куда? Ну, вам ничего ответить не можно, поэтому ничего. К слову, сами сотрудники сада, по крайней мере, воспитатели, ждали нас и сами хотели рассказать о проблеме. Потерять работу многие боятся. Нас выгоняют на улицу, выгоняют сотрудников детского сада и выгоняют 80 детей на улицу. Многие родители целенаправленно отказались от путевок муниципальной сады, потому что им очень нравится у нас. Теперь они все в растерянных чувствах находятся. Ну и мы, конечно же, мы тоже остались без работы. По итогу так и не ясно, кто что не оформил, какие разрешительные документы не получил. Организация в лице директора сада и руководства Эры с прессой на контакт пока не идет. А в итоге почти сотня детей останется без детсада, как минимум до конца года. Евгений Черемухин, Алексей Заровный, Новости на Восьмом.